Книга «Открытым оком», первый том, вопрос 550, тема взаимоотношения. «Хорошо ли, когда человек задает много вопросов житейских или по писанию?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. И он, златоуст, говорит, научитесь не задавать вопросов. Как это понимать? Есть вопросы, которые необходимо задавать более знающим. Есть вопросы сокрытые, о которых не надо любопытствовать. Старозаконие 29.29. «Сокрытая принадлежит Господу Богу нашему, а открытая нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Псалом 132. «Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как детяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятая от груди». Говорят, что когда человек не задает вопросы, то это бывает по двум причинам. Или когда человек все знает, или когда не знает ничего. Уметь задать нужный и умный вопрос нужно иметь голову. «Даже с помощью симфонии ты ничего не найдешь, если не знаешь, что искать. У тебя должна быть зацепка. Хотя бы одно слово». Сираха 38.3. «Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете». Любителям поставить в тупик своим вопросам апостол Павел говорит. 1 Коринфянам 1.20. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратит ли Бог мудрость мира сего в безумие?» 3 Царств 10.1. «Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. Житейской мудрости учат, и этого знания добиваются великим усилием». Варуха 3.23. «Сыновья Агарьи искали земного знания, равно и купцы Мерры и Фимана, и баснословы, и исследователи знания. Но пути премудрости не познали и не заметили стызей ее. Но чтобы добиться мудрости духовной, необходимо обращаться к Библии, к закону Божию». Таразаконие 4.6. «Итак храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша, и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Субтитры создавал DimaTorzok»